Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня не очень веселое видео. Прошло буквально несколько дней, как я снял разоблачающее видео о том, что Алексей Шройдер дает очень травмоопасные советы для натуралов. Он плодит миф о том, что натуральный бодибилдер не может травмироваться. К чему ведет такой миф, я в этом своем видео рассказал, что люди будут более безрассудно тренироваться, естественно, более смело, зная, что травмироваться нельзя, и будут получать травму. В общем, суть утверждения о том, что у натурального бодибилдера ничего порваться не может, рвется только у химиков. Вся проблема в том, что когда Алексей Шройдер рассказывает о том, что происходит там у химиков, то я не знаю, применяет ли он химию сам или не применяет, но он точно не разбирается в том, что такое химия, как она работает. И вот буквально недавно выходит видео на канале ДНБ, известного как ученик Шройдера. Я не знаю, опять-таки, является ли ДНБ учеником Шройдера или нет. Но когда я предлагал ДНБ более безопасной системой тренировок, он сказал, что он тренируется по системе Шройдера. Ну и многие называют его учеником Алексея Клокотского. Соответственно, похоже на то, что да, действительно ДНБ это ученик Шройдера. И вот он, получается, послушав его советы, получает травму. И у него происходит отрыв бицепса. Отрыв бицепса точно такой же, как у меня, один в один. Вот у меня была травма бицепса. И на этой же руке, в этом же месте, в максимальной части бицепса, где укрепление в резюберте, у ДНБ происходит отрыв. Частичный разрыв бицепса, повторяю. Короткая головка бицепса оторвалась полностью, сухожилия оторвалась. Чуть позже расскажу вам, что ждет дальше ДНБ. Сейчас давайте сначала о главном. Что вы видите, что Алексей Жердер дает травму опасные советы, он обманывает во многих-многих советах, он обманывает свою аудиторию. Я эту травму получил уже более 10 лет назад. И все это время я рассказывал вам, как нужно тренироваться, чтобы, не дай бог, не порвать мышцы. Особенно у меня большой опыт в жиме лежа. Бицепс вы можете порвать не только сгибая руки со штанги на бицепс. Вы можете порвать при подтягиваниях. Особенно, если вы будете делать подтягивания так, как их делает Алексей Жердер. Вы можете порвать бицепсы в жиме лежа, в жиме гантрии лежа. Особенно, если вы будете делать жимы именно так, как рекомендует их делать Алексей. То есть, локтями в сторону нагрузка на максимальную часть бицепса, естественно, будет увеличиваться. Вообще, когда вы, как по принципу гильотина, выводите локти сюда, у вас и грудные мышцы, и плечи, и бицепс, все находятся в более растягиваемом положении. Чем больше вы растягиваете резинку, тем больше вероятность, что будет разрыв. И все эти годы я вам утвердил, ребята, локти чуть-чуть надо прижимать сюда. Лопатки надо сводить, надо делать мост. Очень редко, чтобы кто-то там реально травмировал спину, выполняя мост по режиму лежа. Но очень часто рвутся плечи, бицепсы и грудные. Когда уже чему-то вы научитесь, ребята? Когда вы начнете слушать Юру Спасопокотского, который переживает о травматизме? Давайте посмотрим на факты. ДНБ получил тяжелую травму, разрыв бицепса. Второй факт это то, что Алексей говорил, что натурал практически не может травмироваться. Буквально под этим видео, которое он выпустил про режим лежа, он об этом писал. Что не надо делать мост, что надо разводить локти. Он в этом же видео в комментарии писал, что травмироваться нельзя. Тут же ДНБ идет нажим до отказа с гантелями по 34 килограмма. Что для него, для ДНБ очень большой вес. На четвертом повторении он получает разрыв бицепса. Чем это чревато для ДНБ? Никогда этот бицепс уже не восстановится. Если он не будет делать операцию, силовые показатели почти восстановятся на 90%. То есть, когда он будет сгибать руки со штангой, перекоса не будет. Но он все равно будет чувствовать, что эту руку он может поднять, например, 20 килограмм на бицепс. А это и только 18. Потому что всю функцию по сгибанию руки будет нести уже только один пучок бицепса. Второй пучок уже свою функцию переложит на этот пучок. И силовые показатели несущественно, но пострадают. Но вот внешний вид пострадает очень сильно. Вы видите, что здесь дырка, здесь дырки нет. Этот бицепс мощнее, этот бицепс слабее. И мне приходится на соревнованиях всегда показывать бицепс сбоку или спереди. Показывать тот бицепс, что лучше выглядит. То же самое ДНБ всегда будет с таким дефектом, если он не пойдет на операцию. Но, если он сделает операцию, ему придется отрезать дельтовидные мышцы, вскрыть их. И чтобы зайти под дельтовидную мышцу и пришить оторванное сухожилие бицепса на место. Если он это сразу не сделает, мышечная ткань кипотрофируется, уже там пришивать будет нечего. Если он это сделает, операция будет очень тяжелой, дорогостоящей. И восстанавливаться придется много месяцев. Еще не факт, что восстановится. Поэтому, если интересуется хранить функциональность, операцию Петя не делай. Ты сможешь делать жимы, сможешь делать бицепсы, все заживет. Ты сможешь качаться дальше, но тут будет дырка. Как у Юры Спасовуковского. Но с этим можно жить. Пойдешь на операцию, но имей ввиду, что придется разрезать дельту. Потом шить, потом пришивать бицепс, потом опять сшивать дельту. То есть, получится уже две травмы вместо одной. Стоит ли это делать или нет, посоветуйся с врачом и прими правильное решение. Посоветуйся еще раз со мной. Ну, в общем-то и все, друзья, что хотел вам сказать. Напоминаю вам те принципы тренировки, которые помогут вам избежать травмы, занимаясь натурально. Тщательно разминайте. Сделайте не один разминочный подход. Делайте два, три, четыре разминочных подхода. Если бы ДНП сделал там много разминочных подходов, риск травмы был бы меньше. Старайтесь, чтобы вас обязательно страховал напарник. Старайтесь не делать никакие жимы, держа локти в положении гильотина. Именно из-за такого опасного положения и произошел отрыв бицепса. Если бы локти были приведены, пошла рука сюда, но ничего страшного, бросил на пол гантелью. А если у тебя выведена рука, еще и пошла туда, ну что-то уже сделаешь, что-то уже идет на разыдых. То есть, сами поймите, что в таком положении даже потеря равновесия, но ничем не опасно, потому что у тебя ничего не растянуто. Мост, сведение лопаток уменьшает амплитуду, уменьшает растяжение мышц в нижней точке, меньшая вероятность травмы. Вот мои рекомендации. Пишите ваши комментарии в описании к видео. И по поводу Алексея, вы за это будете очень осторожными, потому что, как видите, многое из того, что он нам говорит, это не соответствует действительности. Это то, что он хочет, во что он, возможно, верит сам, но это может не соответствовать действительности. Я вас в очередной раз предупреждаю, вот уже я снял это видео специально, фактически, для ДНБ. Не травмируйся, чувак. Он наверняка его видел, там очень много просмотров. И через несколько дней он все равно пошел работать в отказ, все равно пошел работать локти в стороны, не послушал Юру, и вот отрыв бицепса произошел. Так что, друзья, лучше учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки. Если вам нужен денег, нужна программа тренировка.